Если мы берем отдых в разрезе день-ночь, мы отдыхаем ночью. Если мы берем отдых в разрезе недели, мы, по идее, должны отдыхать на выходных. Очень часто люди, работающие на удаленке или люди, работающие на себя, не отдыхают во время выходных, и поэтому у них в целом, получается, нет отдыха. Если у вас такой режим, может быть, вы в начале пути, или вы обучаетесь, или какие-то обстоятельства такие, то хотя бы давайте себе возможность отдыхать во время цикла своего. Вот те дни, когда у вас нет сил, когда реально организм просит отдыха, это буквально один-два дня. Вот в эти дни не нужно заставлять себя делать что-то из последних сил. То есть это вот, знаешь, у нас очень популярна тема, сейчас я поднажму, а потом отдохну. Поднажму, а потом отдохну не всегда работает. То есть если в целом это рассматривать, то да, нужно, конечно, знать всегда свои ориентиры и иметь возможность двигаться к своим целям. Но не нужно заставлять себя это делать каждый день без передышки. Если вы чувствуете, что сил нет, то сделайте наоборот. Отдохните, у вас появятся силы, а потом вы так поднажмёте. Вы не то что поднажмёте, вы жару зададите такого, что сами удивитесь. Человек берётся за дело какое-то или вовремя не отдыхает, рассчитывая на то, что у него достаточно энергии, чтобы с этим справиться в срок, да, к примеру. В итоге он там не спит ночами, потому что не рассчитал свою энергию. И всё, и прежде чем сдать вообще там своё задание, вообще ещё и сляжет. Этот человек не понимает, сколько энергии требуется для выполнения какой-то задачи. Если эту ситуацию рассмотреть в плане денег, то это те люди, которые идут покупать себе, там, я не знаю, Мерседес в кредит, при этом у них на счету 50 тысяч рублей. Если у тебя 50 тысяч рублей, а Мерседес стоит, я не знаю, там, в рублях сколько это стоит, ну, допустим, там, 3 миллиона. Да, 3 миллиона. Ну, ты точно должен понимать, что у тебя недостаточно ресурса эту машину потянуть. Ты идёшь, берёшь кредит, и в итоге ты потом ещё несколько лет работаешь на эту машину, понимаешь? Мы сейчас не говорим про то, ну, я просто хочу всем сказать, да, что не нужно при этом покупать себе Мерседес и так далее, да, а про то, что нужно соотносить свои силы, да, и то, что вы делаете с точки зрения перспективы. Люди, которые не понимают, сколько у них энергии, сколько им нужно потратить энергии на определённую задачу, как восстановить эту энергию, очень часто я наблюдаю у них ту же самую ситуацию с деньгами. Поэтому нужно обращать внимание на все виды ресурсов, да, то есть у нас есть деньги, есть время, есть энергия. Со всеми с ними нужно научиться управляться, чтобы быть в ресурсе, чтобы достигать своих целей, при этом не становиться загнанной лошадью, не сходить с дистанции, да, то есть нужно учиться распределять ресурсы и распределять свою нагрузку. Не знаю, насколько будет уместно рассказать про интервальный отдых для женщин, как вообще, потому что я обещала дать некоторые методики, техники восстановления ресурса. Ну, мужчины могут послушать и рассказать потом своим женам и подругам. Одна из крутейших вообще техник или методик, скажем так, управления энергией – это жизнь в унисон со своими гормонами. Как у женщин это происходит? То есть у нас для ориентира мы берём женский цикл. Я думаю, многие женщины замечают, что у них стабильно раз в месяц пропадает мотивация. И они думают, всё, мотивация пропала, нужно идти покупать тренинг по мотивации или нужно что-то срочно делать. Навизуализировать. Навизуализировать, да. Это важно, да. Вроде вот неделю назад у меня было столько сил, идей, я креативила и, там, не знаю, эфиры вела и могла, там, не знаю, кто чем занимается, продавать, вести переговоры, а сегодня всё, нет сил. Наверное, это выгорание или, наверное, у меня теперь сил никогда не будет. Люди очень часто так опускаются руки, они путают это с потерей мотивации. Это не так. На самом деле это тот самый период, когда женщине пора отдохнуть.